Квартирный вопрос поставил под удар не только комфорт у Чуватовых и их детей, но и саму семью. Спустя некоторое время после выселения супруги развелись и уже несколько лет живут раздельно на съемных квартирах. С крысами я живу. На первом этаже я не успею. У меня с Можайска через две недели брат приезжает. Только одну закроет железом, в другом месте они загрызают. Одну закроют, в другом месте они загрызают. Я боюсь одна оставлять ребенка. Утром я уезжаю на работу в 6 часов. Бабушка там водит, соседка. Она вот приходит в 6 часов, чтобы с ребенком посидеть. Почти отчаявшись вернуть квартиру, но не опуская руки, у Чуватова хотели забрать из нее хотя бы свои вещи. Семью выселили, не дав забрать личное имущество. На это ушло несколько лет. Иван Романович Корсаков, доверенное лицо у Чуватовых, сообщил, в первых числах октября им наконец удалось попасть в квартиру и увидеть свои вещи. Однако забирать их не имело смысла, ведь ими долгое время пользовались новые жильцы и вещи пришли в негодность. Тем не менее попасть в квартиру и зафиксировать увиденное было необходимо. Это необходимо было уже потому, что те следователи, которые проводили по заявлениям у Чуватовых расследование действий Дудалевой относительно их вещей, которые оставались в квартире, следователи все время утверждали, неоднократно утверждали, что никаких вещей нет и что Дудалева в этой квартире, оказывается, делает ремонт. У Чуватовы пытаются через суд вернуть утраченное жилье. 1 декабря состоится очередное заседание по этому делу. Если суд Солнышногорский по нашему исковому последнему заявлению на самом деле честно и справедливо все рассмотрит, то решение может быть только одно – квартиру вернуть У Чуватовым. Оксана Федяшина, Оксана Боярова, Дмитрий Маракасов, Солнышногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Продолжение следует... Продолжение следует...